А в начале 88-го уже на полное время, не просто раз в неделю, два раза в неделю, а уже каждый день в храме на зарплату уже на полное время, как будем говорить. И вот в тот момент даже пережил такой стресс я, как отречение своих родителей от меня. То есть родители на разговор собрались, ну, там. Очень тяжело было все это пережить, конечно. Разговор был очень тяжелый. И в конце был ультиматум такой уже, что либо это твой Бог, либо мы. Либо семья, либо вот твоя церковь. Все. Выбирай. Было очень тяжело, конечно. Очень тяжело. И все мои доводы, все мои объяснения были ни к чему. Вот фактически, как об стенке горох. Вот. И, короче, родители от меня отреклись тогда. Вот. И сказали наш сын. Сообщили родственникам, что наш сын умер. Старший я. То есть. Вот. Что все, у нас больше нет сына. Вот. И это было тяжело. Вот. Так. Я же был живой. Я пытался поговорить несколько раз с родителями еще, но они отворачивались. И только лишь одна фраза звучала. Наш сын умер. Все. У нас нет сына у нас. Был сын. Теперь нет сына. Тяжело было, конечно, разрыв этот переживать. Но в чем-то это сыграло и хорошую роль. Но определенным образом. Я полностью уже окнулся в служение тогда. Он полностью оторвался тогда от семьи и полностью погрузился в церковное служение. Но благодарение Богу, что через некоторое время и Советский Союз разрушился уже, значит, и многие вещи пересмотрели родители. И буквально лет через 10 после вот этого всего они даже и просили прощения, и покрестились в храме православном оба, и мама, и папа. Ну, в другом храме, там, в Орле, в самом. Они пришли, вот, сделали шаг такой. И папа стал даже участвовать в строительстве, там, в Баптистской церкви, Дома Маликвенова, вот, участвовал. Потому что один друг нашей семьи, художник, еврей Булкаков, кстати, такой был очень хороший художник, Он покаялся, он стал баптистом в церкви, значит, баптистской дьяконом стал, там, значит, дарослужителем. И, в общем-то, мой папа очень сильно уважал его, и Александра, и, значит, вот они вместе участвовали в строительстве в Баптистской церкви. Мама потом ходила на домашнюю группу к адвентистам, ее подруги стали адвентистами. То есть, они приобщились оба христа, христианство и молились. То есть, Бог усмотрел все, вообще, усмотрел, знаете, потрясающе. Ну, а моя дорожка была такая в православии с головой. И, к сожалению, не самые хорошие годы наступили для меня в моей жизни, в моем христианстве. А именно, в 91-м году я стал священником, как чтец, я послужил как ибодиаком, чтец в Орловской и Московской властях. А как уже священник иерей, с 91-го года, ну, последние месяцы еще Советского Союза были тогда, я послужил в Рязани, в Рязанской области потом и в Брянской области чуть-чуть. До 96-го года служил священником традиционной русской православной церкви, Московского патриархата. И это время, к сожалению, было временем моего такого, ну, как сказать, духовного отступничества во многом. Потому что внешне все было хорошо, но, да, и были чудеса Божьи. И тоже Бог нам дал детей, да, первых двух родить тогда, старших наших. Это чудо было. Знаете, почему еще? Потому что, когда мы поженились, то, да, еще даже до женихбы, перед фактом меня поставили, что вот тогда невеста, моя будущая жена, она не может иметь детей чисто физиологически. То есть, у нее, ну, будем так говорить, такая редкая аномалия такая, не было матки, как таковой. То есть, она была в зачаточном состоянии, совершенно неразвитом. Вот, и другие там, все, что было связано с зачатием и развитием беременности, отсутствовало. То есть, врач, значит, там, потом подходили к этому врачу, значит, геникологу, опытному такому. Он говорил, что, ну, да, невозможно, абсолютно ничего. То есть, в этом случае уникальный случай, но, да, невозможно. Но поживите для себя, молодые вы еще, вот, поживете для себя. Потом захотите усыновить, удочерить, процедура очень будет для вас легкая. Насчет, для такой пары, и удочерить, усыновите кого-то. Но я понимал, что это не наш путь. Я не против, я, ну, слава богу за тех, кто там усыновляет, удочеряет, но я понимал, что у нас будут свои дети, будут свои дети. И когда жена моя забеременела первый раз, то это было настолько, ну, просто врачи отказывались это все верить, признавать. Лишь только, лишь все это нужно срочно удалять. Это не может быть маточным. Это вообще, что это такое вообще возникло? По мере роста, развития ребенка, росло все остальное там, представляете? Вот так вот. Потом была вторая беременность, вторые роды. Врач говорил, уже гинеколог в другом районе Рязанской области, что на вас можно защититься, уникальный случай. Значит, нет матки фактически, нет ничего, и вдруг она все есть, и вторые роды, вторая беременность. Вторая беременность, вторые роды. Вот, с третьей беременностью, уже в другом месте, мы так поездили, значит, и там врач задавала вопросы ей, моей жене, значит, она отвечала, медсестра там записывала. А, и медсестра спрашивает, значит, ну, кем вы работаете? Она говорит, ну, домохозяйка, а кем работает ваш муж? Ну, священнослужитель. А, да, и врач, она листает книжечку, там все смотрит. Ну, это не может быть, это вообще, это, ну, это, что-то, фантастика вообще. Такого не может быть, и третья беременность, не может быть, короче. А потом говорит, моя жена сказала, что вот, ну, священнослужитель, и врач махает руку, машет рукой, говорит, а, да, а у них все может быть, короче. Это не может быть А у них все может быть Вот так вот Я скажу, что Спасибо Богу за все Огромное спасибо, конечно Благодарю очень Его за все Но о духовном состоянии моем К сожалению, я Отступил тогда очень сильно От истины Я погрузился в такое Мистическое, религиозное православие Я научился молиться Очень хорошо тогда Но это было очень плохо, конечно Что так научился хорошо молиться К Богородице, к умершим святым К ангелам И почитал иконы, кресты Мощи, в то время я Такие собрания церкви не мог бы даже назвать Извиняюсь Но я считал только что Настоящая церковь Только православная церковь Все остальное, секты И так продолжалось В моей жизни до 96 года И в 96 году По милости Господне Вот Пережил чудо Возвращение К Слову Божьему И все снова стало на ноги С головы на ноги Слава Богу Аллилуйя Помолимся, да? Помолимся и продолжим Сделан Или как? А, хорошо А, ну да Слушайте Тогда мы сейчас Нужное, нужное Нужное, полезное Для своего христианства Во имя Иисуса Христа Благослови нас Потому что без тебя Ничего не можем сделать Но с тобою Сможем сделать все И церковь твоя Храм твой Это мы В Господе Люди, возрожденные Живые Христиане А кто Духа Христова Не имеет Тот и не его Господь не твой Но мы твои Господь Спасибо тебе Аминь Присаживайтесь Андрей, тогда Сейчас нажмите Остановиться И еще раз Нажмите